Ярославлью продолжается открытие спортплощадок. До конца этого года их в городе появится 17. 13 и 14 по счету многофункциональный корт ввели в строй в Заволжском районе. Уже со вторника уроки физкультуры будут проходить в новых условиях во 2-й и 48-й школах. На открытие побывала Елена Третьякова. Открытие новой спортивной площадки во 2-й Заволжской школе отметили массовым флешмобом. Возможности покрытия и вместимости опробовали более сотни учеников. Эта площадка – это большой подарок нам. Мы очень рады, что она у нас наконец-то появилась. И я считаю, что на ней будет очень часто проходить физкультура, и мы будем ей пользоваться. Эта площадка построена на месте прежнего футбольного поля. Однако новые условия, покрытие, разметки и ограждения для занятий физкультурой открывают новые перспективы. Каждый из детей получит удовольствие, тем более, что сейчас такая прекрасная площадка. И можно поиграть и в стритбол, и в баскетбол. В любое свободное время, и утром, и вечером, и днем, площадка будет открытой. Школа номер 2 – одна из крупнейших в Заволжье. Здесь сейчас учатся около 1300 ребят. Многие из них серьезно занимаются спортом. Так Денис Потехин за почти 10-летний стаж в боксе уже не один раз становился победителем всероссийских чемпионатов. Спасибо нашим педагогам по физкультуре, что помогают развиваться. Я думаю, эта площадка поможет не только мне, но и всем поколениям нашей школы, даже маленьким и взрослым. Этот курс стал третьим по счетам в Заволжье, а в целом по Ярославлю – 13-м. Его стоимость – почти 5 миллионов рублей. Эта площадка была включена в план строительства площадок, которые построены по плану «Единая Россия» на деньги депутатов Ярославской области, которые были выделены. И софинансирование предоставлялось из городского бюджета. Кроме проспекта авиаторов, новая спортивная площадка появилась и еще по одному адресу в Заволжском районе. На улице Попанино у 48-й школы за эту осень вырос новый полновесный футбольный корт. Весь декабрь в Ярославле также пройдет под знаком масштабного спортивного праздника. Многофункциональные площадки появятся еще в трех школах города. Елена Третькова, Александр Рябков.